МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, у нас в приюте в основном, конечно, собаки. В настоящий момент их более 600 находятся. Кошек у нас поменьше, чуть меньше 200 кошечек. Но все это животные, к сожалению, попавшие с улицы, чаще всего это животные, от которых по каким-то причинам как-то отказались хозяева, да, и либо они там потерялись, например, и хозяин их не ищет и назад не забирает, либо их даже специально там куда-то выкинули, на остановку, еще куда-то. А помимо этого у нас есть такой сектор, скажем так, временного содержания. Это сектор содержания собак на 50 собачек, куда у нас поступают животные по программе отлова. Но этот сектор в постоянной ротации находится, то есть согласно 498 закону мы отлавливаем животных, стерилизуем, прививаем, ставим вирочку в ухо и возвращаем назад. И поэтому там вот идет постоянное такое движение, то есть поступают, назад выпускаются, поступают, назад выпускаются. Конечно, мы хотели бы как можно меньше выпускать и как можно больше оставлять, но количество мест ограничено, и поэтому нам, чтобы кого-то, например, по отлову оставить в приюте и не выпускать назад, надо, чтобы кого-то забрали из основного сектора содержания, тем самым освободилось бы место. Но забирают, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Ну а если все-таки и забирают люди, за какими собачками чаще всего приходят? Большими, маленькими? Может быть, кто-то интересуется, какую лучше породу взять? Ну да, естественно, люди чаще всего идут за животным, исходя из их потребностей. Есть разные, что называется, требования, есть определенный сегмент людей, которые берут животных для частного дома, например, собачку, чтобы вот она во дворе охраняла. Есть люди, которые приходят для того, чтобы выбрать себе такого, скажем так, друга-компаньона, например, получат какую-нибудь маленькую собачечку, чтобы вот она дома, не знаю, на коленочках сидела, грела. А есть у нас такой контингент, чаще всего это молодежь, подростки, кто приходят за собаками, скажем так, компаньонами по спорту, по какому-то там, не знаю, активному досугу, да. И вот часть этих ребят в том числе занимаются у нас при приюте в кружке кинологическом, да, и различными видами дрессировки и видами спорта. Вот. Ну, то есть нельзя сказать, что большинство приходит за какой-то характерной собачкой. Но стоит отметить, что все больше вот со временем у нас появляется породистых животных. И если там, не знаю, лет 15-10 назад такого количества породистых у нас не было в приюте, то в настоящий момент уже, наверное, чуть ли не любая порода в приюте так или иначе присутствует. Ну, если уж не чистокровно, это, по крайней мере, к сожалению, вот в форме метисов, да, представлено. И это как раз, ну, иллюстрирует определенную безответственность наших жителей, да, то есть раз породистые собаки поступают на улицы, на улицу, с улицы отлавливаются, то, то есть явно они, что называется, не уличного происхождения, то есть они не родились от какой-нибудь там уличной, сто лет живущей на улице собаки, да. Они, скорее всего, родились где-то у какого-то хозяина, не знаю, который хотел их либо как-то продать, либо еще что-то, и вот оказываются на улице, исходя из определенной безответственности тех, кто либо их наплодил, либо их взял, да, и потом по какой-то причине не справился с их содержанием. То есть я правильно понимаю, что это породистые собаки, да, которые в наше время стоят, ну, давайте будем честными, хороших денег, и все равно люди их просто на улицу, и все. Ну, да, вот, и причем по количеству той или иной породы можно судить о популярности определенной. Вот сейчас у нас, например, в приюте 18 собак породы хаски. Ого! Понятно, что все они были заведены, ну, видимо, за какую-то внешнюю красоту, зачастую, видимо, в квартиры, скорее всего, они эти квартиры поразносили, потому что эта собака, конечно, не диванная, эта собака ездовая, да, и если ей не давать нагрузку, она может жить дома, она может быть, жить в квартире, но если с ней, простите, 3 часа в день гулять, да, если она 3 часа в день будет вот так вот бегать, шпаренная, то потом она будет остальное время самой лучшей и послушной собачке дома спать, вот. Но когда ей не дают вот этой нагрузки, конечно, собака должна ее куда-то вымещать, и вот это вымещение зачастую, естественно, хозяев вообще, ну, как бы никак не устраивает, это начинаются какие-то дома разрухи, это начинаются там какие-то хулиганства и так далее, и у нас все эти хаски подобранные с улицы, и которых не ищут хозяева, они явно хозяйские, да, есть даже какие-то истории, где мы находили сами хозяев, в том числе это были собаки, ну, скажем так, с определенными метками, например, клубные, да, там, с чипом, с клеймом, но хозяева говорят, ой, нет, 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 мы ее вообще уже отдали, уже, короче, не наш, и отказываются, ну, то есть назад не забирают, и есть желающие забрать этих собак, но у нас есть тоже определенные условия, мы не хотим, чтобы человек точно так же забрал, да, опять же, купившись на ее красивые глазки, и потом эта собака через буквально там несколько дней опять оказалась на улице, мы говорим, что мы отдаем собак хаски, ну, при условии занятиям, ездовым спортом, приходите к нам в кружок, позанимайтесь, покажите свою серьезность, да, и вот это намерение, ну, вот это, чтобы готовы действительно и время уделять, и физическая форма соответствует, и тогда уже, пожалуйста, забирайте, у нас такие истории есть, когда позанимались собачкой какое-то время, да, в том числе, там, не знаю, на соревнования съездили, медали получили, и потом уже счастливые, довольные забрали домой, и до сих пор приходят и к нам заниматься, и участвуют в наших соревнованиях, то есть, такие истории есть. Не только хаски у нас присутствуют, и другие породы наличествуют, у нас там сейчас есть и ротвеллер, и овчарки, и шарпей, ну, то есть, по сути, да, вот так если поискать, да, то можно, наверное, любую породу найти. Но стоит отметить, что, конечно, в приют, если поступает породистая собака, то, скорее всего, у нее есть определенные проблемы либо с поведением, либо со здоровьем, да, то есть, ну, с поведением, это, скорее всего, невоспитанная собака, поэтому она, вероятнее всего, оказалась на улице, да, ну, либо вот бывает, что что-то со здоровьем, ну, какие-то проблемы, и, видимо, тоже как-то люди не справились, там, не знаю, с лечением, с содержанием, и опять не нашли ничего лучше, как либо подкинуть в приют, либо где-то там на улице оставить. А с какими проблемами по здоровью чаще всего к вам попадают собаки? То есть, может быть... Ну, это могут быть какие-то аллергические реакции, вот, например, упомянутый шарпей у него, это вообще для породы, ну, это их характерно, вот, у него очень большие аллергические реакции, вот, чуть не то он съел, он сразу там с кожными проблемами, да, сразу начинается вот это внешне очень неблагоприятный вид, вот, бывают другие, то есть, вот у нас, вот, забрали на днях была собачка такая, типа, балоночки, очень маленькая, хорошенькая, и у нее проблема с мочеполовой системой, то есть, скорее всего, она очень много дома писела, да, и поэтому, вероятнее всего, оказалась на улице, потому что, ну, как бы, у нее просто была проблема с этим, а после лечения это все нормализовалось, то есть, уже все выровнялось, и такая проблема, она, ну, как бы, исчезла. Котики у нас тоже бывают, бывают, в том числе и породистые котики, вот у нас мейн-кум был очень такой экстерьерно-красивый, вот, прям, такой породный, что называется, но этот товарищ с характером, с таким, такая, это дамма, девочка была, вот, она прям, если ей кто-то что-то не нравится, она прям сразу и людей, и других кошек воспитывала только в путь, вот, ну, даже вот перед Новым годом ее забрали, долго она у нас сидела, наверное, больше полугода, вот, забрали, то есть, семья походила, у нас в приюте кортики, которые готовы к отдаче, и содержатся, так называемые котокомнаты, да, вот, где они в свободном выгуле, и вот люди походили, посидели, познакомились, то есть, не так, что просто пришли и сразу, вот, хочу вот эту отдайте, а они какое-то время уделили тому, чтобы, ну, изо дня в день, да, там, не знаю, пару раз в неделю приезжать на пару часов, с ней, там, ну, находить какой-то контакт, начали ее, там, пытаться гладить, чесать и так далее, там, угощать, может, каким-то лакомством, еще что-то, и, конечно, вот, вот это дело привычки, оно очень важно и для собаки, и для кошки, потому что животные в условиях приюта, конечно, испытывают огромный дефицит общения с людьми, и вот, если начинает какой-то человек приходить к собаке хотя бы просто раз в неделю, там, не знаю, выводить на площадку и выгуливать, она уже просто после, там, не знаю, второго, третьего визита начинает этого человека ждать, ну, то есть это уже для нее возможность, ну, получить какие-то новые впечатления, и она, ну, прям ожидает, и у нас еще есть такая, как, катализатор-показатель, например, вот кто-то, кто постоянно ходит, только на остановке выходит, то есть еще до приюта не дошел, а некоторые собаки уже такие, а, вскочили и начинают ногами топать, топать, мы такие, о, сейчас придет Татьяна Александровна гулять, вот с кем она обычно гуляет, да, ну, то есть видно по собачьему поведению. И поэтому мы вот часто просим людей, к сожалению, не всегда у всех получается, но тем не менее, что прежде чем взять собачку, попробуйте уделить какое-то время походить в приют, ну, как бы познакомиться, особенно это, конечно, касается каких-то серьезных пород, вот у нас сейчас есть, там, и азиатская овчарка, и, там, немецкая овчарка, и вот иногда люди узнают, ой, мы приедем, заберем, говорю, ну, вы приезжайте только, ну, как-то постарайтесь какое-то время уделить, ну, хотя бы в этот день там с ней, не так, чтобы приехали, там, ее связали, намордник надели, в машину закинули и поехали, потому что собака-то вообще не понимает, что с ней происходит, да, она-то не понимает, что ее везут, где ей должно быть хорошо, то есть она-то, наоборот, боится, у нее стресс, у нее страх, и она может как-то реагировать, ну, как бы для нас неадекватно, а для нее-то вполне понятно, она говорит, приехали какие-то люди, куда-то меня связали и посадили. А если вот у нее этот контакт налажен, если она этого человека ждет, то, конечно, она с радостью сама и в машину запрыгнет и скажет, ой, поехали, потому что с этим человеком у меня связаны приятные впечатления. Ну, и недавно ваша организация выиграла президентский грант, да, на обустройство ветеринарного кабинета и дрессировку собак. Расскажите, что за грант, когда подавался и когда будет уже кабинет, наверное. Ну, да, это уже наш пятый президентский грант, конечно, это большая наша гордость. И все наши гранты президентские, они, естественно, посвящены решению каких-то текущих наших проблем, да, то есть каких-то вещей, с которыми мы не можем справиться как-то самостоятельно, либо привлекая, ну, каких-то спонсоров, либо частные пожертвования, мы понимаем, что без, ну, какой-то такой весомой поддержки, например, в виде гранта, мы не справимся. И вот первый наш грант, он был посвящен строительству пункта льготной стерилизации. И у нас очень успешно функционирует этот пункт, то есть уже грант давно закончился, но работа пункта продолжается, во-первых, там стерилизуются все животные, поступающие в приют у нас, все стерилизованные кастрированные животные. Во-вторых, естественно, мы работаем на помощь населению, каким-то кураторским собакам, каким-то, как мы их называем, полухозяйским, там, с баз, с предприятий, да, и так далее, либо вот каким-то собачкам и кошечкам, которые живут в семье, ну, где нет финансовой возможности, пойти в коммерческую клинику. Вот к нам обращаются, мы стерилизуем, в настоящий момент мы уже почти 4 тысячи стерилизаций сделали, это внушительная такая сумма для, ой, цифра для города, да, вот. Но в процессе работы мы столкнулись еще с такой проблемой, что у нас наш пункт, он ориентирован только чисто на стерилизации, то есть у нас было приобретено оборудование и необходимо вот чисто для проведения операции по стерилизации, то есть это там стол, да, там специальный светильник, стерилизатор, инструменты, вот чисто под вот такие процедуры. Но совершенно не хватает нам дополнительных обследований, потому что, конечно, все животные, поступающие в приют, они поступают с улицы, и мы не знаем историю их болезни, мы не знаем наличие каких-то хронических заболеваний, да, а чаще всего, конечно, на улицах у животных много таких заболеваний, да, то есть редко когда там абсолютно здоровое животное оказывается на улице. И существует необходимость проведения каких-то дополнительных обследований, то есть это прежде всего, Взять анализ крови, посмотреть, сделать УЗИ сердца, которое крайне необходимо для, например, проведения операции по стерилизации перед наркозом, перед тем, чтобы давать наркоз. И мы столкнулись с этой необходимостью, и постоянно ездить куда-то в клиники, в коммерческие, и неудобно, потому что это время, это транспорт, ну и, что грех, это и дорого, да, то есть все равно коммерческие клиники как бы не дешевое удовольствие, любые владельцы животных это знают. И поэтому у нас возникла такая потребность, что было бы очень здорово, если бы мы как-то функционально наш пункт расширили и сделали бы не просто пункт стерилизации, а именно такой ветеринарно-диагностический центр, где мы могли бы проводить обследование необходимое, в том числе и осуществлять лечение. Помимо, скажем так, необходимости обследовать перед стерилизациями, естественно, к нам поступают очень часто животные с определенными травмами. У нас, ну, к сожалению, большой процент собак сбитых бывает, ну, чаще всего это сбитые машины, а у нас бывают в том числе какие-то рваные раны, когда, например, либо собаку, либо кошку порвали другие собаки, да, то есть какие-то такие вещи, которые тоже требуют срочного лечения, но ввиду того, что у нас такая, ну, как бы, возможность отсутствовала, да, нам приходилось, опять же, искать какие-то варианты, увезти куда-то в клинику, ну, то есть это сложно. И наличие такого полноценного центра, да, лечебно-диагностического дало бы возможность оперативно помогать этим животным. Ну, я думаю, люди к вам потянутся. Когда будет открытие, зовите нас, мы с радостью приедем. На этом наше время подошло к концу. Любите своих питомцев.